Ты подарил мне мир, Тебя, Иисус мой, славлю за то, что искупил. Ты подарил мне радость, Ты подарил мне мир, Своей святою кровью мои грехи, а мы. Ты подарил мне радость, Ты подарил мне мир, Тебя, Иисус мой, славлю за то, что искупил. Ты подарил мне радость, Ты подарил мне мир, Своей святою кровью твои грехи, а мы. Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе! Слава Тебе, Иисус! Тебе все славо! Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе, Иисус! Иисус, Слава Тебе, Слава Тебе, Слава Тебе, Иисус, Ты подарил, Ты подарил мне радость, Ты подарил мне мир, Тебя, Иисус мой, славлю за то, что искупил. Ты подарил мне радость, Ты подарил мне мир, Тебя, Иисус мой, славлю за то, что искупил. Ты подарил мне радость, Ты подарил мне мир, Своей святою кровью мои грехи, а мы. Слава Тебе, Слава Тебе, Слава Тебе, Иисус. 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 Слава Тебе, Слава Тебе, Иисуса Тебе, Иисус. Поклоняемся Тебе, Ты один достоин всей хвалы. Вот и Отец наш вечный, Создатель и Творец, Бог всемогущий. Нам от Святого Духа родился Сын Христос, Спаситель Иисус наш. Верю я, Ты, Бог Отец наш, Верю я, Ты, Сын Христос. Верю я, В Святого Духа, Ты триедин Господь. Верю я, В силу воскресенья, Воскреснем мы в Тебе, Ведь верю я, Твое имя Иисус. Верю я, Ты, Бог Отец наш, Верю я, Ты, Сын Христос. Верю я, В Святого Духа, Ты триедин Господь. Верю я, В силу воскресенья, Воскреснем мы в Тебе, Ведь верю я, В Твое имя Иисус. Верю я, В Святого Духа, Ты, Бог Отец наш, Верю я, Иисус. Верю я, В славной жизни воскреснем, Воскреснем мы в Тебе, Верю я, В Славной жизни воскреснем, Воскреснем мы в Тебе, Ведь верю я в Твое имя Иисус Верю я, Ты Бог Отец наш Верю я, Ты Сын Христос Верю я в Святого Духа Ты триедин Господь Верю я в силу воскресенья В воскресне мы в Тебе Ведь верю я в Твое имя Иисус Верю я в Тебя Верю я, что Ты воскрес Верю я, Иисус Христос Господь Верю я, верю я в Тебя Верю я, что Ты воскрес Верю я, Иисус Христос Господь Верю я, Ты Бог Отец наш Верю я, Ты Сын Христос Верю я, Верю я, В Святого Духа Верю я, Ты триедин Господь Верю я, В силу воскресенья В воскресне мы в Тебе Ведь верю я, В Твое имя Иисус Верю я, Ты Бог Отец наш Верю я, Ты Сын Христос Верю я, В Святого Духа Верю я, В Святого Духа Ты триедин Господь Верю я, В силу воскресенья В воскресне мы в Тебе Ведь верю я, В Твое имя Иисус Верю я, Ты Бог Отец наш Верю я, В Сын Христос Верю я, В Святого Духа Ты триедин Господь Верю я, В силу воскресенья В воскресне мы в Тебе Ведь верю я, В Твое имя Иисус Ведь верю я, В Твое имя Иисус Ведь верю я, В Твое имя Иисус Верю в Твое имя Иисус Верю, что Ты мой Бог Отец Ты искупил мир от греха Ты дал нам свою любовь Ты искупил мир от греха Ты дал ему любовь и свет Зажег потухшие сердца И дал надежду Мы пред Тобою предстоим И каждый дорог для Тебя За все Отец благодарим И превозносим И превозносим Ты искупил мир от греха Ты дал ему любовь и свет Зажег потухшие сердца И дал надежду Мы пред Тобою предстоим И каждый дорог для Тебя За все Отец благодарим Слава Тебе и величье, Слава в веках и народах, Сила Твоя безгранична, Милость Твоя во все роды. Слава Тебе и величье, Слава в веках и народах, Сила Твоя безгранична, Милость Твоя во все роды. Ты искупил мир от греха, Ты дал ему любовь и свет, Зажег потухшие сердца И дал надежду. Мы пред Тобою предстоим, И каждый дорог для Тебя, За все, Отец, благодарим И превозносим. Ты искупил мир от греха, Ты дал ему любовь и свет, Зажег потухшие сердца И дал надежду. Мы пред Тобою предстоим, И каждый дорог для Тебя, За все, Отец, благодарим И превозносим. Слава Тебе и величье, Слава в веках и народах, Сила Твоя безгранична, Милость Твоя во все роды. Слава Тебе и величье, Слава в веках и народах, Сила Твоя безгранична, Милость Твоя во все роды. Слава Тебе и величье, Слава в веках и народах, Сила Твоя безгранична, Милость Твоя во все роды. Слава Тебе и величье, Слава в веках и народах, Сила Твоя безгранична, Милость Твоя во все роды. Слава Тебе и величье, Слава в веках и народах, Сила Твоя безгранична, Милость Твоя во все роды. Слава Тебе и величье, Слава в веках и народах, Сила Твоя безгранична, Милость Твоя во все роды. Ты искупил мир от греха Предал ему любовь и свет Зажег потухшие сердца И дал надежду Мы пред тобою предстоим И каждый город для тебя За все, Отец, благодарим И превозносим Слава Тебе, величие Слава в веках и народах Сила Твоя безгранична Милость Твоя во все роды Слава Тебе, величие Слава в веках и народах Сила Твоя безгранична Милость Твоя во все роды Слава Тебе, величие Слава в веках и народах Сила Твоя безгранична Милость Твоя во все роды Слава Тебе, величие Слава в веках и народах Сила Твоя безгранична Милость своя во все роды Тебе вся слава, Иисус Тебе вся хвала, мой Бог Славим Тебя, славим Тебя, Господь Тебе вся любовь и счастье Иисус, Ты святой Господь Святой, святой Иисус Превозносим лишь Тебя, Иисус Всей душой хочу познать Тебя, Иисус Почти Тебя, Иисус Ты один великий Бог Святой, святой Иисус Иисус, Иисус Всей душой желаю Почти Тебя Сердцем всем хвалить и прославлять Всей своею жизнью Постам хвалу Все, что я люблю Все, что я люблю В Тебе найду Лишь Тебе отдаю Лишь Тебе отдаю И сердце свое Живу лишь для Тебя Живу лишь для Тебя Всей душой моей Я желаю быть с Тобой Веди Господь Веди Господь Веди Господь Лишь Тебе отдаю И сердце свое Живу лишь для Тебя Всей душой моей Я желаю быть с Тобой Веди Господь сполз меня иди урага ассалабу святый 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 благословен господь у меня сыром окаса лаузь благословенное имя твое боже превознесенный ты без славой поклонение вовеки веков аллилуйя рейк лоры пейса лау сша маракаса лошадь достоин 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 бог славы о рима касан оба каосни jesus о лори та х 위啊 оба каосни и г я он Продолжение следует... 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 и мы благодарим тебя что твоею рукою и волей твоей и совершится твоя победа на этой земле нечестие она не сможет удержаться на этой земле потому что праведность поднимается божие праведность шествует благодаря божьей праведности эта земля станет другой во имя иисуса христа это неизбежно это уже есть и мы принимаем верою эти радикальные перемены на нашей земле в нашей политике в нашей экономике боже мы благодарим тебя что это твоя воля совершится и нет ничего что может остановить эти перемены на нашей стране в нашей земле во имя иисуса мы благодарим тебя что свет светит и тьма не может его объять мы благодарим тебя боже что слово твое есть да и ему можно доверять и пусть имя твое будет благословенными ты будешь прославленным всегда его всякое время во святом духе мы просили этого имя иисуса ами наш бог достойнее всей славы ему продлежит вся хвала и все поклонение хочу буквально пару слов я скажу для того чтобы мы могли давать господу наше вечернее даяние это та часть нашего служения которым называем поклонение богу эта часть нашей жизни часть нашего времени энергии которую мы тратили казалось обзарабатывать и деньги но на самом деле мы говорим мы знаем кто есть источник нашего благословения поэтому мы приходим к нему и мы поклоняемся ему мы воздаем ему славу поэтому я хочу чтобы каждый из вас вы могли выучить для себя однажды что финансы они имеют возможность быть благословенными и ты благословляешь твои финансы через даяние когда ты сеешь ты освещаешь свои 90 процентов когда ты даешь жертву ты сеешь зерно веры и у тебя есть возможность пожинать жатву но каждый раз чтобы ты не делал перед богом связаны с финансами я хочу чтобы ты понимал ты приходящих богу должен веровать что он есть и что ищущим его он воздает поэтому возьми то что ты делил для бога скажи господь тебе поклоняюсь тебе воздаю славу тебе про нашу это поклонение тебе даю эту жертву и я знаю что ты верный и ты принимаешь сегодня это даяние ты принимаешь сегодня мою жертву и в поклонении я говорю тебе славу ты этого достоин аминь принести господу твое даяние пусть имя господа возвели со всегда в твоей жизни он достойный славы слава тебе величие слава веках и народа сила твоя безгранична милость моя во все роды слава тебе величие слава веками народа сила твоя безгранична милость моя вовсе род и слава тебе величие слава века финна сила милость во все слава тебе величие слава веках и народа сила твоя безгранична милость твоя во все роды слава тебе величие слава веках и народа сила твоя безгранична милость твоя во все роды благословен благословен грядущий во славе мы воздаем тебе честь хвалу и поклонение бог да будет возвеличено твое имя в каждой сфере нашего бытия ты будешь прославлен и ты будешь благословен вовеки говори сегодня в нашу жизнь истину твою мы принимаем твое слово мы соединяемся с твоим словом мы становимся заодно с твоим словом во имя иисуса христа аминь слава нашему господу кого-нибудь рядом пожми руку обними скажи доброе слово перед тем ты займешь твое место скажи бог добрый он любит тебя он благословляет твою жизнь и он ведет тебя в победу во имя иисуса христа во имя иисуса христа так прекрасно находиться в этот вечер в доме божьем потому что на самом деле когда мы в его присутствии это говорит о чем очень о многом когда мы выбираем его слово его истину и может быть иногда это стоит нам подобное решение чего-то стоит на самом деле всегда когда ты приходишь к богу с чем-то жертвуя ты получаешь от бога всегда воздаяние потому что огонь всегда приходит на жертву знаете но сложно когда у людей ну нечем жертвовать они ничего не теряют они ну и так хорошо и так им хорошо и так хорошо и так еще лучше то тогда сложно но когда ты понимаешь что ну выбор стоит всегда за тобою чему посвятить это время есть много предложений и ты выбираешь бога ты выбираешь слова ты выбираешь истину это выбор который ну достойный достойный твоего внимания и то же самое происходит и в духовном мире небеса тоже выбирают тебя это очень и очень хорошо и кто-то сказал ну такую фразу из проповедников что если ты приходишь в дом божий в воскресенье и еще какие-то дни служения на небеса тоже приходит твой дом во все другие дни когда ты ленишься прийти в дом божий тогда и все ты можешь рассчитывать тогда что небеса будут твоем доме но правда такова что бог лучше чем мы он добрее чем мы он намного больше к нам относится с любовью чем мы себе можем представить и даже тогда когда мы ляпусы делаем он все равно остается верный и апостол говорит наша неверность все равно не может отменить верность бога и это утешает меня это меня радует поэтому бог да благословит каждого из вас и я бы хотел сегодня поделиться тем словом который мы начнем мы говорим о нем мы продолжаем как бы в одной серии мы говорим о том что очень важно нам разобраться с самим собой разобраться с некоторыми вопросами взаимоотношения с богом чтобы честно себе ответить но те главные причины почему я получу ответ почему моя молитва будет услышана почему бог будет добр ко мне почему он не отвернется от меня в то время когда мне нужна помощь и так дальше и тому подобное и ну как бы продолжая эту тематику я хочу сказать о том что часть нашего призвания это действительно ну принести учение праведности и мы говорили я читал эту 62 главу исаи в начале этого года я говорил о том что я не умолкну не перестану говорить ради сиона пока праведность она не придет и я верю что эта часть нашего призвания возвещать возвещать действительно ту победу иисуса христа которая дана нам как его наследником это очень важно потому что именно вот эта концепция верования которая построена на откровении о том кто есть иисус для тебя и какое место он занимает твоей жизни и кто ты есть в котором живет иисус христос вот это откровение является но практически самым надежным основанием всех наших действий дел и наоборот очень много мы можем говорить правильных слов религиозных фраз читать правильные молитвы ходить на правильное богослужение и в то же самое время мы можем обнаруживать в своей собственной жизни что многие дела которые мы казалось бы правильно делаем правильно говорим правильно поступаем они не срабатывают в нашей жизни и каждый раз когда мы пытаемся найти ответ почему же вот здесь два человека ходят вместе в служении слушать одну и ту же проповедь сидят в одно и то же собрание и у одного это работает другого не работает неужели бог лицеприятен неужели бог по-разному относится к разным людям и мы говорим нет но есть законы которые продолжают работать нашей жизни духовные законы законы веры законы праведности законы истины божьей которые работают нашей жизни независимо не от каких внешних факторов и вот благодаря этим работающим законам мы тогда и можем ну как бы вы найти тут причину главную почему в одного получается в другого не получается я скажу что наряду с тем что бог дал нам это повеление провозглашать его англия царства божьего то есть радостную весть для людей на нас лежит также ответственность и я скажу может быть ну такую фразу это освободить тело христово от страхов то есть церковь иисуса христа она нуждается в свободе от страха то есть вот вот сегодня копнуть чуть-чуть вот эту тему потому что на самом деле когда мы говорим про страх мы говорим о боязни чего то что должно прийти или может прийти в жизнь в нацию людей в семью тогда что подобное и мы понимаем реально что именно страх является оружием дьявола потому что страх связан с нашим но человеческим естеством а в первую очередь мы говорим что страх не касается нашего духа он первую очередь касается нашей души и страх имеет ну как чувственное проникновение в нас он проникает току в душу но из-за нашей души которая становится парализована из-за страха мы не можем туда правильно адекватно реагировать на то что есть нашем духе или то что выходит из нашего духа сути ну наверное большинство из вас вы помните эти переживания из детства когда вам снился какой-то сон вы хотите побежать они можете да вот это состояние мы говорим такого забитого дыхания состояния такого испуга страха и ты просыпаешься и ты говоришь слава богу что это был только сон но в жизни есть множество вещей которые происходят тогда когда ты не спишь но точно в таком же оцепенение многие люди продолжают находиться и тогда когда надо действовать они ничего не предпринимают из-за страха что что-то может произойти что-то может случиться сегодня скажу даже больше дьяволу удалось переключить многие церкви чтобы они проповедовали страхи страхи как бог уже зол как бог уже свою справедливость он уже занес там секиру при корне подцепил над твоей жизнью и он только ждет чтобы просто совершить суд и многие люди живут под этим давлением потому что на самом деле намного легче контролировать людей когда ты их напугал но это стратегии только дьявола бог нигде не использую стратегию испуга для того чтобы управлять твоей жизнью бог никогда не использую стратегию чтобы загнать тебя под испуг чтобы легко было ему тобою управлять поэтому не бог не божьи методы не божьи люди не должны использовать или не могут использовать страх как одно из средств чтобы привести человека какое-то там чувство или заставить его подчиняться тем или другим правилам которые мы себе там но можем установить на самом деле когда мы говорим ему об этой части то я скажу что мне приходится много разговаривать ну со служителями с пасторами с разного урок уровня служителями и каждый раз когда мы разговариваем уже о практике применения веры мы наталкиваемся на одно и то же понимание что как будто бы мы все сделали и мы находимся еще в поисках того что мы должны доделать для того чтобы все это совершилось в послании к евреям 4 главе но целая глава она посвящена этому сегодня мы не будем и там учиться я просто скажу вам несколько фраз которые я считаю очень важными для всех нас потому что именно там апостол он говорит о том что но нам нужно увидеть этот прообраз божьего призыва что народ божий должен прийти в божественный покой и успокоиться от своих дел чтобы разрешить богу проявлять себя в их ней жизни и в расширенном переводе и в этом новом переводе который мы читаем призыв апостола звучит следующим образом что мы должны потратить все свои силы на то чтобы успокоиться в нем то есть другими словами чтобы у тебя не осталось больше ни на что другое силы чтобы ты притащил себя со всех последних сил и успокоился в завершенной работе иисуса христа на этой земле то есть это принципиально важно понимание нам нужно понимать что бог больше не продолжает творить что-то на этой земле чего-то чего не произошло на кресте все что уже произошло или должно было произойти она уже произошло на кресте и это очень важно понимать потому что написано что он завершил свою работу и воссел одесную отца то есть писание говорит что священник здесь на земле 1 священник он продолжал стоять представляя нужды и грехи народа своего перед богом а наш священник он завершил всю работу работа закончена его как первого священника и он воссел то есть он сел как бы ушел на перерыв больше ничего не осталось что нужно было сделать теперь если мы сюда добавляем что агнец иисус христос был заклан еще до сотворение мира и в божьем сердце он уже был сотворен в божьем сердце он уже был закланным акциям то мы должны четко понимать что тот отрезок времени в котором мы находимся в котором мы живем он уже покрыт полной работой жертвы иисуса христа и для нашей жизни в том числе я я пытаюсь вас ну сюда вернуть в этот зал понимаю что после длинного рабочего дня ну надо как бы себя настроить чтобы ловить эту мысль но это очень важно очень важно просто уразуметь что мы живем во время когда все то что тебе нужно для жизни для благочестия для здоровья для успеха для мира в семье для распространения иван и царство божье уже совершилось нет ничего такого что иисус еще должен доделать для того чтобы иван не распространялась для того чтобы больные исцелялись для того чтобы ты стал успешный и благословенный не осталось ничего что нужно доделать поэтому и дьявол этот понимает в первую очередь я скажу впервые многих христиан что если нас заставить суетиться предпринимать какие-то попытки что-то сделать это нас поставит на путь достижения и путь косил и ресурса обеспечить каждое свое обещание в твоей жизни мы говорим им но об этой части не с позиции ну просто я ну расслабился я ничего не делаю знать бог сам все будет делать ничего подобного я не призываю вас к безделью но я призываю вас высвободить откровение о сверхъестественном благословение в твоей жизни которые уже пребывают в твоем духе и их нужно высвободить из твоего духа физическую жизнь через соединение соединение этого слова в произнесенной форме то есть мы говорим высвобожденное слово сказано слово рема сердце верит праведности устами исповедуют чтобы привести слово в действии то есть слово в действии это наше искупление это наше спасение это наше избавление это наше исцеление это благословение это примирение тогда что подобное поэтому нам очень важно понимать что до тех пор пока мы сидим и мы не высвобождаем мы обязаны будем просто ходить по кругу и часто это гора вокруг который мы ходим по пустыне она изматывает при обладает в них али если бы не было воли его на твое исцеление он бы не понес на себе все наши немощи и наши болезни если бы не было его воли чтобы освободить тебя от проклятия он бы не понес на себе все проклятия мира если бы не было воли божьей чтобы ты был обогащен он бы не обнищал ради тебя здесь это написано если мы начинаем это понимать то нам на темно у меня всегда удивляет вот этот способ который мы часто ведем себя мы приходим богу и мы говорим господи дай мне слово для моей жизни я спрашиваю чего вы ожидаете вы ожидаете кого-то такого слова которого нет в писании вы делаете глупость потому что если вы ожидаете кого-то слова от бога которого нет в писании дух святой не может этого сказать потому что дух святой только говорит то что уже слышал он только напоминает то что там уже есть поэтому мы должны четко это понимать что мы ничего нового не услышим от духа святого из того что здесь есть и даже ну как бы апостол павел говорит потом он говорит что если даже ангелы с неба придут и будут вам возвещать весь которую мы вам не возвещали туда будут они отделены от бога или в синтально переводе написано да будут они анафема почему потому что бог поставил свое слово выше всего как главный авторитет всего того что должно происходить нашей жизни теперь еще очень важно вы должны понимать что именно вот неправильное ожидание что бог между скажет сверхъестественно за пределами того что здесь есть тоже очень-очень скользкий путь потому писание говорит что когда мы приходим на собрание и есть пророческое слово то один говорит пророческое слово а прочее не нравится здесь написано проверяйте это слове то есть это очень важно если этого нет слове то даже если ты ангел иди мы них мы не хотим теперь а что делать если наши какие-то решения наши какие-то традиции наши какие-то знаете желание мы выдаем как бы за такое очень светлое очень сильное какое-то послание мы такие борцы за что-то такое высокое если этого нет слове до свидания если этого нет слове мы за это не боремся мы за это не не ведем тяжбу мы за это мы за это не вступаемся если этого нет слове это не наше занятие мы возвращаемся к слову слова из истина мы строим нашу жизнь на слове мы держимся за слово мы внимаем этому слову и мы подчиняем свою жизнь этому слову поэтому ну как бы вот такое предисловие говорю для того чтобы вы понимали что в нас есть только один правильный путь избавиться от страха это просто принять божью истину за основу в своей жизни всех наших взглядов и оценок жизни и всех наших решений которые мы предпринимаем почему я говорю потому что на самом деле если но дьяволу удастся поставить в твоей жизни под сомнение слово божье ему удастся тебя испугать если ему удастся тебе испугать ему удастся добраться до твоей жизни это это закон я хочу чтобы ты правильно понимал он ничего не может сделать против тебя до тех пор пока ты его не боишься знаете ну я разговаривал с некоторыми людьми которые занимаются там дрессировку и диких животных и они говорят вот эту ну ну по-настоящему они говорят вот это определение когда животное дикое будет атаковать человека она будет атаковать его только тогда когда но там нас от испуга от страха выделяется там какие-то там ну не адреналин там разные другие но это уже далеко зашли с запахами но в нашем теле через поры вот выделяется вот какой-то ну скажем составляющая которая вырабатывается при страхе именно вот она вызывает агрессию у животных вот на одних людей собаки там постоянно рычат а другие люди идут возле самых там за собак и собаки там прижимают хвост и уходят ну вы понимаете чем мы говорю да то есть и все делали штуку в том что они чувствуют это на дистанции они чувствуют это на дистанции и я думаю что где-то ну правильно здесь говорить что у дьявола вот такого все что он может делать он нанюх вынюхивает людей которые но живут под давлением под страхом и вы же ну мы недавно говорили об этом что дьявол не может сажать будь кого-то в любое время писание говорит что он ходит как рыкающий лев ища кого поглотить то есть если бы он мог ну будь кого прийти и сожрать будь кого-то то он бы расправился с нами со всеми давным-давно но он не может этого сделать поэтому что ему нужно сделать ему нужно кого-то загнать под под давление страха и если ему удается кого-то испугать он его тогда начинает жрать и это одна из главных причин я говорю что одно из главных но поражений для сегодняшнего христианства заключается как раз вот в этой области области там где мы ну на это не обращаем внимание но для многих из нас но страх это не что такое порочное о чем мы не любим говорить о чем мы почему мы не любим уделять внимание это что такое личное и ну каждого из нас есть там как бы свои но там метки за который мы не хотим заходить и кому-то нам там с детства эти метки нарисовали кому-то жизнь нарисовал эти метки кому-то еще чтобы нарисовала и мы не заходим за эти метки ну я рассказывал это уже сотни раз ну скажем вот в больших аквариумах там где вместе плавает хищная рыба не хищная рыба они приучат простым способом там акулу чтобы она не жирала другую рыбку меньше и других хищников они просто в тот же аквариум поселяют вот ребенка этого акулы и поселяют обычную рыбку инстинкт срабатывает голод не тетка он заставляет атаковать и когда эта рыба атакует она не понимает что в одном же том аквариуме существует раздел через стекло которые рыба не способна видеть в воде и каждый раз когда это акула она атакует маленькую рыбу она делает очень себе больно по носу и через некоторое время у него складывается такое впечатление что она же не понимаешь что там есть стекло вот она плавает рыбка рядом но она не понимаешь что там есть ограничение и у нее откладываться в мозгу когда я это делаю мне больно когда я этого не делаю мне не больно я скажу что в жизни очень многим из нас ну скажем большинству из нас жизнь поставила вот такие ограничения поставила такие преграды которые научили нас туда не ходить дальше через это не переступать это не для тебя это не твоего но не для твоей породы птиц полет такой то есть ты птица уже ну согласись с этим но птица который не дано летать ну и так дальше подобно жизнь умеет учить нас ну не всегда хорошим вещам поэтому мы должны научиться принимать истину такой как она есть и мы должны выйти из-под контроля страха потому что страх он хотя и может там какие-то воздействия сделать на нашу жизнь чтобы помочь нам там где-то там не обжарить свою руку не не сделать какую-то глупость мы не об этом страхе говорим мы говорим о страхе который приходит чтобы оградить тебя от твоей судьбы от твоего предназначения от того места куда ты должен обязан прийти божьей благодатью и божьей милостью но из-за того что ну ты не понимаешь как действуют эти законы они продолжают твоей жизни пребывать с другой стороны поэтому если тебя можно будет испугать значит твоей жизни можно будет добраться дьяволу если дьяволу не удастся тебя испугать поставить тебя под давление страха дьяволу никогда не удастся тебя контролировать это однозначно то есть страх он контролирует тебя и ты не выходишь за рамки твоей привычной жизни поэтому очень хорошо разведывая эту историю дьявол использует его как тактику писание он говорит что он ходит как рыкающий лев то есть лев пугает лев приносит страх лев приносит испуг ну я когда-то в своей жизни пережил там парке мы были на экскурсии в и мы поехали это в южной корее мы спускались там утром рано нас ну там повезли в этот заповедник чтобы показать этих хищников и но там нажились короче мы утром там и знаете одно то что меня больше всего поразило это вот эта картина утренняя там большие деревья стоят и мы вдруг просто утром но это было может быть там 6 утра где-то 630 лев начал рычать хотя наша машина была такая вся в решетках я хотел стать ковриком в этом грузере знаете такое состояние ну ты вроде бы взрослые понимаешь реально что ну для тебя это не ну как бы никакой вреда не может принести но вот этот тембр рычание но говорят что за восемь километров слышно его рычание такое рычание просто тебе все сжимается ты чувствуешь как твои мышцы все парализует и вот ту картину которую мы видели мы видели но обезьяны они развились там на деревьях они прыгали им ну вообще ничего не угрожало потому что они были так высоко вот этого рычания они начали спускаться с дерева антилопы они стояли вот такие они прижимались к нашим машинам я реально понимаю что все что ему остается делать теперь вот вот завтра готов бери кушай любого и я думаю что вот примерно вот вот эту картину вот и апостолы пытается нам передать что вот так дьявол делает именно в духовном мире он присылает для тебя ну какое-то послание и он пытается знаете поставить под сомнение слово божье оправдали что бог стал правду это первый вопрос который задает первым людям в эдемском саду оправдали что бог сказал правду вопрос как только ты на него начинаешь реагировать дальше пойдет диалог а ты действительно веришь что в ранах его ты исцелен а ты действительно веришь что ты можешь быть богатым а ты действительно веришь что твоей ситуации есть выход а ты действительно веришь что богу есть дело до того как ты живешь где ты живешь где ты находишься просто поставить под вопрос то что бог уже пообещал как только ты начинаешь ставить это под вопрос что меня заставляет ставить под вопрос иственность божьего слова конечно же страхи какой выход успокоиться в боге как успокоиться в боге прийти в его покой в абсолютный покой работа завершена все уже что мне надо если он сказал да это да послушайте нам нужно понимать он будет давать информацию противоречивую божьему слову не помню по моему ну первые от кого я слышал эту фразу был джиме сварит он говорил что если дьявол когда-то говорит правду то только ради того чтобы утвердить ранее сказанную им ложь то есть у него бывают такие моменты когда он как будто бы говорит правду но только для того чтобы утвердить тебя в той лжи которым уже большую огромную для тебя приготовил поэтому мы говорим очень важно вот откуда приходят страхи под сомнение слова первое что она такует эту истину то есть не проповедую истину и ты не будешь в центре атаки как только начинаешь проведать истину весь ад поднимется против этого почему религиозный мир начинает подниматься почему люди казался бы верующие люди которые должны быть движимы божьей любовью миром ты говоришь о божьей любви который любит всех что она покрывает множество грехов любу и поднимаются религиозные люди начинают против этого вести ярую борьбу войну и ты не понимаешь откуда ветер дует кто их подгоняет ответ очень один дьявол боится чтобы истинно начала торжествовать в жизни даже людей веры и когда он ему удается ну посеет ложь сердца в жизни людей тогда все нормально слово под сомнением я ему до конца не доверяю а вдруг это не точность перевода а вдруг это то и они другое имели в виду поэтому я буду как-то так на дистанции держаться как-нибудь там потом к смерти вырулю и не хочу так слово божье есть истина она помазана она богодухновенно и вы есть вопрос только в том что тебе надо разобраться если что-то я и возникает какие-то вопросы там с переводами или к пониманием бери читаю сверху снизу несколько стихов от того текста который тебе непонятный определи куда это слово божье направляет тебя о чем она говорит какое оно имеет значение и чем она хочет тебя научить здесь и все станет понятным то есть не будет такого потому что само слово она себя объясняет слову не запутает в библии нет противоречий есть недоразобравшиеся люди есть не ну невежды которые не хотят разобраться с писанием и за этого они сами запутались трех соснах и начинает говорить что библия запутанно ну можно трех соснах запутаться и потом это говорит только об интеллекте человек который говорит что она запутана если ты молился богу ты просил у него он сразу просветил твой взгляд и ты читаешь и ты понимаешь если молился конечно духовный человек он судит во всем а они духовные он не может об этом судить потому смотрите он делает под сомнение слова второе он дает неправдивую информацию против слова дьявол умеет это делать он использует близких людей против тебя или против ну вот это послание ну это простой пример да иисус говорит я жертва я огнец закланный вот наступают эти дни когда сын человеческий будет заведен в иерусалим там распят он умрет и воскреснет и петр близкий призванный рядом стоящий тот на кого есть большая надежда он начинает говорить ему будь милосердным себе господи да не случится с тобой этого на что иисус вы знаете как ему ответил отойдет меня сатана потому что ты не думаешь о том что больше ты не думаешь о том что бог запланировал ты не думаешь про божью волю отойдет меня то есть на самом деле атаки придут атаки придут в жизнь каждого человека это уловки дьявола он не может тобой завладеть до тех пор пока он не взял тебя под контроль страха только ему ну скажем вся его работа я так думаю и вопрос совратить человека в грех и вопрос ну победить человека в тех или других обстоятельствах выберется человек от болезни не выберется это вопрос разберется он страхами своими или не разберется это очень серьезно по сути часто мы думаем что ну вот если я но там я верю то во мне нет не вере это неправильно потому что я могу верить богу и божьему слову но в то же самое время когда я верую когда мои основания даже правильные я могу все еще продолжать бороться или ставить под сомнением слово божье а библия называет это неверие прямо прямо в то время когда я верю и у меня все нормально с богом прямо в это время я могу ставить по что-то под сомнением пётр вышел с лодки и он поверил слову и он пошел по слову и он шел по слову я не знаю сколько шагов он сделал по этому слову но когда он отвернулся от иисуса и начал смотреть по сторонам прямо тут начала проявляться неверие и вот этот момент когда закончилась его вера которая держала на воде и началось неверие которые начала его погружать воду его нельзя спрогнозировать его нельзя спрогнозировать его лишь только можно вырастить внутри себя столько много истины чтобы даже вирусы микробы которые тебя попадут они помирали попадая на твое тело вот это единственное знаете это самое совершенное состояние которое должно быть сегодня у христиан это не молиться за больных а привести верующие в такое состояние что вирусы дохну попадая на них вот это правильно потому что молиться это но самый низкий уровень верования а настоящее верование в иисуса христа из уже не молиться за свое исцеление когда-то и он вырастил свою веру в ту истину которая была от отца так что вирусы его не могли прикоснуться аллилуйя меня это нравится я хочу чтобы чтобы ты просто взращивал себе это теперь мы говорим следующее когда дьявол пытается но создать страхи он использует нашу память почему нам я почему в этом всем говорю потому что вот это та область которой нам нужно работать это спасение нашей души и наша память относится к нашему разуму и они нуждаются в обновлении слова потому что не все то что записано запеклось ну вот и белки которые запеклись в нашем мозге я говорю уже физической части нашего естества нашем теле что является узелками памяти в нас в нашем мозгу не всегда это память она правильно вы же знаете что нам намного легче запоминается негативные вещи чем хорошие позитивные вещи мы же так быстро забываем что нам сделали соку много добра а так долго помним когда нам кто то чтобы сделал не так поэтому можете так представить что таком же процентном соотношении наша память записывает вот как раз поражение неудачи разочарование то что глубоко вошло в наши в наше естество то что глубоко отобразилась на нас самих поэтому дьявол знает что именно вот этот негативный если дернуть нас там из прошлой жизни дернуть нас там из памяти наших близких друзей и знакомых то что они прошли то найдется достаточно материала чтобы заставить нас быть осторожными не 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 я слышал вот там один человек он типа хотел духа святого и он там молился потом он сошел с ума и потом его в дурку завезли не 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 я того не хочу но это работа дьявола потому что писание говорит что если вы попросите хлеба он даст хлеба это он сказал о духе святом вот это наша позиции он не будет путать там знаете ячейки что из чего тебе выдать и вдруг он перепутал нет у него с этим все нормально но память наша может нам говорить мы могли слышать кого-то проповедника не до конца просвещенного и он мог говорить это прямо с кафедры и приводить такие примеры нагоняющие туманный страх в вашу жизнь и вы будете не 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 я у я лучше буду так как есть если бог хочет знаете и вот эти страхи какие бы не пришли от авторитетных людей от близких людей а случайных людей они будут дорожкой который откроет двери дьяволу иметь доступ к вам ну можно до бесконечности говорить потому что ну дьявола есть ресурсы создавать трудности временные вот правильное слово здесь временной трудности но из-за того что что-то возникает перед нами мы можем просто переживать шок мы можем переживать разочарование мы можем переживать такое но узнаете опущенные руки состояния на это не до конца правильно почему потому что это своего рода экзамены которые мы сдаем это своего рода то что через через что мы должны пройти в нашей жизни потому что иисус сказал что должны будут прийти искушение вашу жизнь это неминуемая часть буря будет жизни каждого человека но если ты не научишься понимать и реагировать на бурю ты проиграешь раньше чем начнется битва я хочу чтобы правильно понимали у него есть тысячи методов распространять ложь про тебя так что привести тебя в шок как это может быть кто-то такого могут додуматься о послушайте я вот недавно слушал старую запись ну хайгена уже наверно лет 10-12 нет уже он в вечности это он был на какой-то конференции и целую проповедь он делится и он говорит ну мы обнаружили несколько офисов там по несколько десятков людей в каждом офисе были наняты на работу для того чтобы выискивать против нас писать целые статьи забрасывать их интернет средства массовой информации против нас и служение веры вы просто обнаружили несколько контор которые работали по всем штатам только для того чтобы заниматься вот изобретением какой-то информации и посылать эту информацию для того чтобы распространять и он целую проповедь рассказывает он говорит если ты там но для меня это было очень сильное слово потому что ну я говорю что бог говорил ко мне то через это слово он говорит если ты хочешь выйти на нормальную ну нормальное служение задай себе один вопрос готов ли ты что против тебя будут говорить ложь клевету нечестие разного рода обвинения если ты не можешь себе ответить на это положительно даже не пытайся подниматься на сцену я говорю это сегодня каждому из вас дьявол будет использовать это один из механизмов знаете ну вот это не колоническая притча есть такая там когда там вот служба bbc сидит там нас на скамеечке там не надо много там ты говоришь одно слово они все другое додумают сами знаете но мне из этого скажем bbc снова форма там вот действительно скажем жизненный такой притча не каноническая там женщина молодая а ее муж спрашивает ну там а сколько ты будешь вот выходить вот ну так вот на работу так юбка короткая ты же ну там терапевт заведующий отделением бабки пусть лучше думает что я вот та женщина легкого поведения чем они узнают что я терапевт и они будут все у меня там сидеть на самом деле это слушайте люди будут говорить всегда важно не то что люди говорят важно что бог про тебя в сути вот что происходит вот но на самом деле ну вот одна реальная история скажем это реальная история у нас был когда вы помните начальник областной там а и у нас был здесь нами он же в вечности он рассказывал одну историю реальную историю реальную историю они выбирали там код начальника какого-то отдела и давали презентовать ему вот как бы план на реформацию но это прибыло при ющенко когда он был президентом вот эти первые шаги которые реформа предпринималась и вот там мужчина он действительно достойный честный там ну проработал там в органах кучу времени жил всем на квартире там взятки не брал принципиальный был там выставляет и и говорит вот там сидит там ну несколько сотен этих солдат этих ну военных офицеров разных и они слушают его это обращение и вот один просто сзади кто-то кричит да что вы его служите у него дочка проститутка стоит на обездной дороге люди поднимаются фыркают и уходят а он шоке стоит он стоит шоке и он кричит и люди у меня даже дочки нет я не дочка меня сын есть взрослый он живет вообще в другом городе но уже никто не слушает по сути я хочу чтобы понимали реально дьявол мастер за 6 тысяч лет он научился так врать что он глазом не моргает и мы должны это понимать что все это а как оружие для того чтобы тебя запугать и многие люди они начинают войну даже вот помните израиль 40 дней не были на конференции там напугай меня и голиаф был главный спикером то единственный кто там не было этой конференции и он не пропитался духом этой конференции был давид который просто пришел в гости и потому что он не был за шоком вот этим голиафом он говорит то этот не обрезан что он поносит имя моего господа это его смутило они говорят подожди мы тут уже 40 дней на этой конференции мы уже все знаем о том какой он сильный мы слышали конкуряться этому ну вот как king он вот этими всеми своими прибамбасами поэтому ты вообще мальчик домой собирайся вот что делать дьявол он запугивает он загоняет человека за линию страха и потом ему легко разделаться с любым человеком поэтому мы идем писание потому что на самом деле я говорю что есть только один способ поднять нашу веру это слышать слову принять это слово как непоколебимое вечную истину для нашей жизни и принципов для нашего руководства это принцип который неизбежно должен просто усвоить каждый христианин теперь слушая слова принимая словом мы должны научиться слышать бога и его сердце а это мы можем взять только через отношения отца с сыном теперь я давайте мы начнем читать здесь я понимаю что у нас нет времени но это очень важное слово первое послание и она 4 глава из 7 стиха очень очень сильное очень важное слово для всех нас дорогие будем же любить друг друга потому что любовь от бога и каждый кто любит рожден от бога и знает бога кто не любит тот не знает бога потому что бог есть любовь бог проявил свою любовь к нам в том что послал мир своего единственного сына чтобы мы через него получили жизнь 10 стих очень важны любовь заключается не в том что мы полюбили бога но в том что бог полюбил нас и послал своего сына в умолостивление за наши грехи дорогие если бог нас так любит то мы должны любить друг друга бога никто никогда не видел но если мы любим друг друга то в нас живет сам бог и его любовь в нас совершенно он дал нам от своего духа и поэтому мы знаем что мы в нем и он в нас мы сами видим и свидетельствуем что отец послал сына спасителем мира кто признает иисуса как сына божьего в том прибывает бог и сам этот человек в боге мы узнали и поверили что бог нас любит бог есть любовь и тот то пребывает любви пребывает в боге и бог пребывает в нем любовь достигла среди нас совершенства так что мы можем со всей уверенностью встречать день суда потому что каком он таковы и мы в этом мире в любви нет страха но совершенная любовь прогоняет его потому что страх связан с наказанием и кто боится тот еще не достиг совершенства в любви мы любим потому что он первый нас полюбил кто говорит я люблю бога но ненавидит своего брата тот лжец кто не любит своего брата которого он видел тот не может любить бога которого не видел и вот повеление которое он дал нам которое он нам оставил кто любит бога тот должен любить и своего брата очень сильное слово знаете можно вот целый семинар проводить разбирая стих за стихом вот в этом всем тексте который прочитал но буквально несколько очень важных фраз которые хочу сказать послушайте любовь это то что дает нам свободу любовь которую мы принимаем он говорит любовь не в том что мы возлюбили бога любом том что он нас возлюбил знаете это это вот я говорю сейчас консультируем многие молодые пары я говорю об этом очень открыто вот то что происходит сегодня со многими людьми и в чем есть большая трудность у молодых людей вот когда кто-то влюбился он уже не до конца понимает второй человек имеет этот ответ к нему или не имеет до конца потому что тебе уже все все равно но писание говорит что он возлюбил нас то есть мы были далеки от того чтобы его любить но он нас возлюбил вот вот в этом любовь когда вы были никто когда вы были врагами бога он уже выбрал вас полюбить я часто говорю об этом 138 соломонск говорит давид что ты знаешь обо мне все дни ты знаешь все мы мою жизнь когда ни одного дня еще не исполнилось моей жизни ты уже знаешь и все в совершенстве до конца то есть бог знает о тебе все и тем не менее он выбрал тебя любить он знает насколько ты рискованный он знает насколько ты можешь там про 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 махнуться мимо цели и тем не менее это был его выбор выбрать тебя и любить тебя таким как ты есть его любовь было безусловно он не сказал тебе в начале избавься от этих грехов потом эти полюблю религиозный мир так хочешь чтобы так было что это относится только но это как реклама это до того как ты стал детям божьим а когда ты стал детям божьим для тебя работают другие принципы но слава богу за нашего бога потому что у него нет двух стандартов у него один стандарт для всех людей слава иисусу христу это очень важно то есть у него нет двух стандартов он не использует два стандарта для того чтобы оправдать ту или другую ситуацию и зад нет 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 вот это вот так а по-другому не может быть и теперь он говорит послушайте страх связан всегда с наказанием вот что вот но опять мы копнули за очень знаете за тяжелое место потому что но вот эта фраза мне василь васильевича нравится всегда он говорил что если всех наших депутатов посадить лет на 15 без права амнистии пройти в тюрьму то говорит в душе своей каждый без них знал за что он там сидит справедливо без без комментариев то есть вот что что я хочу чтобы правильно поняли в душе мы знаем за что могло это случиться или за что это может случиться в моей жизни писание что говорит страх связан с чем со страхом наказания наказание неизбежно не может такого быть чтобы этом не сошло с рук наказание неизбежно если ты ожидаешь наказание ты веришь наказание значит если ты веришь наказание ты не веришь в то что на кресте бог возложил наказание всего мира всех твоих грехов возложил на иисуса и за это у тебя есть страх что что-то бог не до возложил на иисуса и какую-то часть он все-таки в процентном отношении оставил для тебя поскольку ты покаешься и будешь творить еще какие-то там короли сеть в жизни какие-то фигурки там неправильные на всяк случай бог вот это не доложил на крест иисуса и он приберет для того чтобы этим тебя наказывать вот и что что писание говорит потому что страх связан с наказанием и кто боится тот еще не достиг совершенства в любви по сути когда ты понимаешь что ты принят и любим безоговорочно то есть без условной любовью отца то у тебя всегда будет опасение тебя будет страх вот это пример вот блудного сына он он в себе боится он находится под давлением страха я нарушил волю отца я поступил нечестно неправильно я даже не рассчитываю на сыновство я хотя бы пойду наймусь у него в рабы вслуги потому что они хоть хлеб едят а мне тут даже кушать не дают но когда ты любимый тебе даже не выставляют претензию ну вот это так работает знаете вот так работает у нашей жизни вот вот это состояние страха я знаю я-то знаю свои мысли я-то знаю про себя больше чем чем ну другие обо мне знают я знаю что есть ну что то что вот но до конца не сработало я помню я как-то проповедовал про кровь помните про завет я приводил пример из антен пасхальным и ну у нас целый цикл был проповедение то два года назад и один наш брат ну любимый мною человек божий в нашей церкви он после служения говорит пастор можно на одну минутку к тебе зайду я говорю конечно и вот то что он дал всем не сказал меня просто ну знаете меня взорвало эмоционально потому что он говорит знаешь я полностью принимаю вот то что иисус совершил но вдруг что-то если не так я прикупил там двадцать надо чтоб ты приехал ко мне мы их порежем и вот все там по по числам сделаем так как надо поможем ушки там пальцы на руках на ногах я еще нос этих нам это на всяк случай если вот то не сработает то вот это сработает понимаете вот вот это вот это есть вот чуть-чуть ну не не добежал куда надо чуть-чуть не до ответил себе на все вопросы чуть-чуть не вошел в его покой а вот на всяк случай перестрахуясь контрольный выстрел в голову это примерно так послушайте ну на всяк случай ну вот вдруг вдруг так все звезды так станут как-то непонятно и так вот перестраховаться я вот прикупил два баранчика давай мы их вот кокнем и все по обряду я говорю я вообще-то но не против баранчика но на самом деле он тебе не поможет если тебе не жертвы и солиста то забудь про баранчика аллилуйя слава иисусу знаете бог так добрый страх связан с наказанием и кто боится тот не понял носок он любим богом и вот так возлюбил бог мир что отдал своего сына он уже отдал своего сына тогда когда мы были грешниками он уже тогда нас полюбил а теперь когда мы искупленные в кровью вопросов не осталось никаких по сути бог весь гнев свой вылил на иисуса христа когда он был на нашем месте у бога не осталось больше гнева против тебя по сути бог не вменяет людям больше их преступлений не вменяет почему потому что жертва иисуса покрыла это все но дьяволу важно чтобы ты понимал что нужно все-таки опасаться и он сделает все возможное чтобы пытаться тебе навязать идею а вдруг где-то как-то что-то не так и тогда ты получишь по полной поэтому знаете я скажу вот это истинная причина почему многие люди они боятся пойти в служение до конца а вдруг не справлюсь друг не получится почему люди боятся исполнить слово которое бог говорит их не у жизнь потому что а вдруг не сработает а вдруг ну чтобы так не опозориться где-то там чтобы это не выглядело как-то ну вот бога не в этом свете представить перед людьми но я лучше 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 не буду вот но а что может произойти по сути ты хочешь на эту работу там 20 лет и вдруг когда-то через 20 лет ты был на одной проповеди и твои там коллега пришел на работу и он там жалуется у него там рука не поднимается ну боль какая-то появилась и вдруг ты ему говоришь послушай хочу тебе сказать иисус который есть внутри меня он способен исцелить твою боль и ты просто за него молишься и через одну минуту боль его покидает и он исцеляется он скажет подожди что я не знал об этом ну ты скажешь я тоже не так давно в это поверил хотя знал давно поэтому начинаю практиковать это что то что ты на себе пережил сейчас ты можешь точно знать что это бог потому что если бы я это мог знать и об этом знал еще 20 назад если бы я мог это делать но я не мог этого делать а я недавно сам это поверил поэтому хочу с тобой поделиться это радостной вестью будь здоров во имя иисуса понимаете вот этот момент является ну дьявол держит большинство людей вот в зоне страха чтобы никогда в этот момент не произошел чтобы ты никогда не пришел к моменту но я точно знаю чем закончится эта битва ну если бог будет добрый ко мне я выйду с этой больницы и все будет хорошо а как это если бог будет добрый а что он может быть не добрый вы понимаете вот мы говорим простые слова но мы в эти слова вплетаем что есть варианты что бог может ко мне спиной обернуться страх связан с наказанием мы боимся потому что мы не приняли до конца божье прощение божью любовь боящийся человек не пережил совершенно проявленную божью любовь к нему это расширенный перевод говорит об этом человек который не пережил на себе как бог его любит он всегда будет дистанцироваться от него потому что намного проще быть на дистанции потому что я начитал со старого завета а там но там ну кто-то не помылся нормально он приступил через линию и 3000 людей умерла у там в день когда закон был выдан вы помните до города милость и там моисей был на горе он получил эти заповеди но там написано даже если животное туда пересечет эту линию она будет предано смерти 3000 людей умерло и знаете многие христиане сегодня живут под пониманием что бог продолжает быть таким как он и нам моисей его показал но я хочу чтобы ты знал благодарение богу за жертву иисуса христа которая завершила работу нашего избавления нашего искупления аллилуйя ты живешь свободе мне понравился один пример я утром слушал проповедь и он говорит расскажу вам историю один молодой человек там ну это было в америке он говорит в свои там 18 лет уже получил там несколько десятков штрафов там уже ну каким-то образом за превышение скорости и это его как адреналин он он теряет себя ну и папа его повел на трек у гоночной для гоночных автомобилей он прошел там курсы специальные и говорит вот когда он сел в этом шлеме подключили ему все террации он сел за этот руль и инструктор говорит ему молодой человек нет никакого ограничения на этом треке превышение скорости не является преступлением ты сам решаешь как вести себя на ровной части дороги как вести себя на поворотах здесь нет штрафов здесь нет наказания ты абсолютно свободен и говорит 18 лет впервые сидя за рулем этого автомобиля я начал принимать для себя решение а может быть все таки стоит быть поосторожнее вот возле этой стенки а может быть стоит поосторожнее на поворотах все таки у меня одна такая жизнь послушайте вот что дьявол хочет чтобы ты думал что закон он будет тебя держать чтобы чтобы не случилось а я говорю а благодать даст тебе желание не делать те вещи которые приведут тебя к тому что может что-то случится потому что папа скажет мне все полезно но не все приносит мне пользу то есть все мне полезно все мне позволительно нет никакого ограничения нет ни одного знака запрещающего я сам решаю и когда ты получаешь такую свободу тебя больше ничего не давлеет ты не боишься что я выпишу штраф ты не боится что тебя заберут ты не боишься что тебе просто ну бог поменять отношения пожалуйста это все перед тобою и тогда ты сам начинаешь принимать эти вот эти решения которые тебя уже мотивируют изнутри они уже не построены на страхе наказания они построены теперь на здравом смысле то есть что ты говоришь можно грешить и вруда можешь но если ты будешь решить это разрушит твою жизнь это выкинуть тебя с колеи жизни это уведет тебя от богоподобной жизни это выведет тебя за пределы царства божьего но ты ничего не может сделать чтобы перестать быть его сыном кроме как перестать в него верить аллилуйя вот теперь я свободный то есть автомобили есть трасса есть ограничение нет нет никаких правил ты считаешь гол вот это и есть настоящая свобода который нам подарил иисус свобода которая уже теперь не из-за страха наказания а из-за здравого смысла и здравого понимания что приведет меня к добру а что не приведет меня к добру потому запретов нет благодать ничего не запрещает она выведет тебя от безбожной жизни она научит тебя не греши она научит тебя на поворота сбрасывать скорость она научит тебя не гордиться благодать почему потому что гордость нужна только религии я достиг я сделал я молился я постился я не грешу это гордость надо религии а бог гордым противится а я говорю о благодати я не говорю что я заслужил эту я говорю я не заслужил а бог не дал я недостойный а он нет им наградил я не горжусь я его превозношу а вот таким людям и он дает благодать ами одержит то что чем хвалиться можно было павел скажет уничтожено как уничтожено законом веры не нечем хвалиться потому что все что я имею это дал мне бог поэтому я не буду себя вести так как будто бы он мне этого не дал а я вот такой хорошенький сюда пришел сам во имя иисуса христа я хочу чтобы вы вышли из территории страха я хочу чтобы вы не жили чтобы вы сказали я принял любого отца он меня любит я любимый у него сын аминь он меня любит на соку сильно что он не пожалел своего единородного сына он отдал его на крест чтобы доказать мне свою любовь и в этом любовь не я его возлюбил он меня возлюбил но как когда я познал на сок он меня любит я откликнулся я солдат господь и теперь я держусь на этой любви я знаю что благодаря этой любви он даст мне все как любимому сыну аминь то есть вот вот что даст мне право теперь приходи к престолу благодати что даст мне смелость дерзновение приходить нему и ожидать от него просимые он меня любит он мне не откажет он не отвернется от меня он не вспомнит мне прошлого он не потребует мне квитанции за все расходы которые сделал он любит меня он говорит пойду к отцу моему признаю что я натворил но он да не знал как отец его любит но когда эта встреча произошла когда он был восстановлен вот это дает право потом идти дальше правильно я хочу чтобы ты это понимал люди будут пугать вас люди будут пытаться использовать разные грязные труки трюки для того чтобы заставить вас под сомнение поставить больше слова истину она будет вырывать слова из контекста для того чтобы ну там напугать вас а вот если ты сознательно грешишь для тебя не остается больше жертвы за грех это любимая страшилка многих людей я хочу вам сказать однажды разберитесь с этим местом писания не хочу оставить вас у пойдете спать с этим вопросом потому что если мы узнал истину продолжаем сознательно продолжаем грешить то грехи это уже не искупит никакая жертва и в таком случае нам остается лишь со страхом ожидать суда и яростного огня который пожрет врагов божьих аллилуйя я хочу вам сказать бог все еще добрый просто однажды разберитесь жертва то есть иисус христос игре единственный грех который дух святой обличает это не признавать иисуса христа как совершенную жертву которая покрыла все грехи вот а теперь читая этот стих вот в этом свете что истина это иисус христос и грех это не принимать эту истину поэтому если ты узнал истину что иисус совершил жертву произвольно начинаешь отвергать что его жертвы достаточно чтобы покрыть твои грехи то он говорит то чем больше это жертва больше для тебя не работает и и отверг а религиозный мир выгнал из церкви тысячи людей потому что когда они покаялись когда они знали что это нельзя делать они все-таки это сделали из-за своей природы они сказали вы не можете больше теперь рассчитывать что жертва иисуса покроет вам это и люди понимали горилла хата горы сарай и они уходили из дома божьего и многие из них так никогда никогда не вернулись поэтому я говорю это слову потому что это будет слушать это будет критиковать нам реклама нужно критикуйте нас я скажу правду писание говорит четко поэтому если ты познав истину если на из иисус христос потому что благодать истина пришли в иисусе христе сознательно продолжаешь грешить сознательно продолжаешь грешить это ты знаешь что есть иисус который покрыл все а грешить это не признавать что он покрыл то для тебя это не работает что здесь не ясного как ясный день но дьявол взял многих людей и он запугал этим он поставил их в страхе он контролирует их страхи и тебе больше бог ничего не просит слушайте нет ничего такого что ты можешь сделать чего бог тебе не просит но то же самое можно разобраться в типа скулой на духа святого потому что тоже точно так же вот она просто как вот здесь давайте поднимемся помолимся отец мы благодарим тебя мы воздаем тебе всю славу мы благословляем мы превозносим твое имя ты царь царей ты господь господствующих и вся слава принадлежит только тебе я благодарю тебя что ты искупил нас от клятвы закона и ты сделался за нас оправданием ты стал нашей праведностью и ты объявил нас праведными непорочными как бы никогда не согрешавшими ты объявил нас перед своим отцом благодаря твоей жертве крови твоей мы есть такими во имя иисуса христа мы принимаем боже мы принимаем тот рейтинг который ты нам придал во имя иисуса христа мы принимаем твою любовь нашу жизнь твоя совершенная любовь она изгоняет страх из нашей жизни я знаю что я принят я знаю что я любим я знаю что я прощенный и меня больше ничего не интересует мой отец любит меня и поэтому он даст мне все он любит меня поэтому он совершит моей жизни каждое свое слово он любит меня потому моей жизни проявится слава божья потому каждую молитву мою он услышит на каждую просьбу мою на отвечает я воздаю ему славу и я воздаю ему хвалу я говорю благословение на моих братьев благословение на моих сестер благословение на их семьи благословение на их жизнь во имя иисуса христа пусть светится имя твое пусть пребывает царстве твою в их жизни пусть слава твоя является в них во имя иисуса я уверяю в руки твоей благодати и я их благословляю во имя отца и сына и святого духа аминь бог достоин славы хорошее время бог да благословит вас в любви нет страха кому-то скажи я перестану бояться я никогда не не разрешу страх у меня контролировать бог есть бог любви и я принимаю любовью живую любви я наслаждаюсь его любовью во имя иисуса христа бог да благословит вас с миром божьим и благодать господа нашего иисуса христа любовь бога отца и общение святого духа да приводится всеми нами аминь субботу служение чудес 5 и воскресенье наше служение все по расписанию мы наслаждаемся божьим присутствием бог да благословляет вас